Слава Богу! Я хочу вспомнить некоторые моменты, которые, на мой взгляд, непонятны. Или на мой разум они должны были бы происходить по-другому, совсем по-другому. Возьмите Нейман. Человек, военачальник, большой человек, великий человек. Я не имею в виду, что он был 3 метра ростом. Я имею в виду, он имел великое положение в той стране, в которой он находился. И вот представьте себе, насколько ему нужно было унизиться, чтобы послушать какую-то девочку. Ладно было бы послушать пророка, послушать великого человека царя, послушать девочку. Это первое унижение. Надо идти в страну. И он нарисовал картину какую? Приблизительно будут его встречать, как почти царя. Но даже пророк к нему не вышел. Даже пророк не вышел. Он говорит, ну, я ожидал, он призовет имя Бога. Здесь такая наглядная картина будет. Быстрее всего, я так думаю, какой-то огонь сойдет. Или какой-то луч силы, или ангелы прилетят. Оно будет такое видимое, такое впечатляющее, что он потом будет ходить и говорить, к вам ангел приходил? Нет, а ко мне приходил. А тут даже пророк не вышел. Сказали, иди и в Иордане окунись всем раз. Представьте себе, великий человек, какие простые действия ему предлагаются, но нужно что? Унизиться. Представьте каждый себя. Мне есть великие люди, я вас не унижаю. Но если бы мне сказали, если ты хочешь исцелиться, пойди в реку семь раз окунись. Просто пойди в реку, и я бы вам сказал, вы знаете, мне вышел пророка знакомый и сказал, нужно в Айове, в этой реке, семь раз окунуться. Вы бы мне ответ не дали, но что вы подумали, я могу приблизительно догадаться. И вот этот человек, он был возмущен. Как? Я думал, он призовет Бога. Я думал, здесь будет так красиво все. А он мне говорит, семь раз окунуться. И появляется человек, который ему говорит, слушай, если бы что-то великое просили бы тебе сделать, не сделал бы ли ты, быстрее всего сделал бы. Ему, наверное, легче было заплатить на наше время миллион долларов, чем пойти семь раз окунуться. Я думаю, потому что это какое унижение. Ну, семь раз окунуться. И вот, как уже брат говорил, он делает это первый раз. Ну, мы художники, правда? Мы способны, у нас есть мысли, разум, мы молчим, но картину рисуем. Ничего не происходит. А воины же стоят. А все его подчиненные смотрят. Второй, третий, четвертый, давайте скажем пятый. Он поднимается, ничего не происходит. И, наверное, они сказали, о, нашел кого слушать. Ты же военачальник. Как ты мог опуститься до такого уровня? Шестой раз ничего не происходит. Наверное, ему самому было стыдновато. Думает, ну все, последний раз. И выйду с воды таким же. И представьте, что делает Бог. Испытывает человека до последнего. И вот седьмой раз он окунулся, поднимается, тело, как у молодого ребенка. Как у ребенка. Он смотрит, радуется, кричит, как ребенок. И говорит, слава Богу, я еще 20 раз окунуться готов. Потому что я получил исцеление. Давайте скажем, слава Богу. Второй момент из жизни израильского народа. Помните, стены Ерехона. Большие, крепкие, мощные. И Бог обратно говорит, как-то непонятно. Было бы намного понятнее, правда? Если бы я, как священник, подошел бы к этой горе. Призвал бы имя Бога. Бог явил бы чудо. Здесь один ангел сошел бы такой большой. Мечом разбил бы все эти стены и все. И сказали бы, большое чудо Бог совершил. Нет. Бог говорит, знаешь что? Обходите. Один раз в день. Шесть раз. Шесть дней. Молчите, ничего не говорите. Трубы трубите. И вот представьте, жители Ерехона смотрят. Первый день это было большое удивление. Это точно. Это что-то необычное. Какие-то, скажем так, пастухи решили вокруг наших крепких, сильных, мощных стен обходить. Первый раз обошли, что-то там затрубили и ушли. Второй день. Третий день. Я думаю, что они уже привыкли. Если бы первый день, наверное, выходили. Я так тоже рисую картину. Тоже как бы художник. Может быть, выходили на стену и смотрели вниз. Им было любопытно, что они там ходят. Что они там молчат, ничего не делают, только трубочки там затрубили. Второй, третий, на четвертый, наверное, уже не обращали внимания. Сказали, наверное, да пусть они там ходят. Если больше нечем заниматься им, пусть они там ходят. Шестой день. И вот приходит день седьмой. Этот город живет в полнейшей безопасности. Они понимают, что ничего не произойдет, как седьмой, восьмой. Они себе будут ходить, пока им не станет скучно или не надоест. И вот седьмой день приходит, начинают обходить. Один раз. Думают, они уйдут. Смотрят, второй раз идут. Смотрят, третий раз. Думают, о, что-то необычное. Ну, все равно, что может произойти. И вот они обходят семь раз. И на седьмой раз. Когда затрубили, когда воскликнули, стены Иерихона что? Упали до своего основания. Дорогие братья, дорогие сестры, я вот слушал сегодня и думаю, наш Бог, всемогущий Бог. Аминь. Давайте мы прочитаем Евреям. Евреям. Это будет одиннадцатая глава. Я возьму с восьмого стиха. Первое слово я пропускаю, и второе говорит так. Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Обитая он на земле, обитованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком Яковом, со наследниками того же обитования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Уже об этом тоже сегодня говорилось. Представьте, что... Как вообще можно понять этого человека? Великий человек, богатый. Богатейший человек. И вот к нему подходят... Вот рисуйте картину. К нему подходят и говорят, Авраам, мы слышали, ты собираешься куда-то. Куда ты собираешься? И что ему говорить? Библия говорит, не зная, куда идет. Приблизительно он и отвечал так. Не знаю. Как вам такой ответ? Было сказано уже, жена подходит и спрашивает, Авраам, что с тобой происходит? Ты куда-то собираешься? Ты нам сказал, мы тебя повинуемся, любим, так далее. Куда мы идем? Он говорит, дорогая жена, не знаю. Жены, как вам услышать такое от мужа? Наверное, страх. Наверное, думают... Наверное, первое, что бы вы сделали, начали бы за мужа молиться. Господи, что с моим мужем происходит? Не молились бы, наверное, Господи, благослови моего мужа. А, наверное, что с ним происходит? А если бы он был еще тверд в этом, наверное, бы пришли бы к братьям и сказали, побеседуйте с моим мужем. Он идет туда, не зная куда. Так это куда? И одно слово. Я не хочу, чтобы кто-то из вас сегодня, мужья, услышал, чтобы вы обольстились. Мы должны знать, куда мы идем. Мы должны четко знать направление, куда мы идем. И это не противоречит тому, куда шел Авраам. Почему? Потому что Библия говорит, что верою Авраам. Авраам поверил Богу. И оставил свое изобилие, и все, что у него было, там поля, я так думаю, все это, он оставил, он услышал Божий голос. Следующее. Смотрите, какая жизнь, да будет воля твоя. Смотрите, какая жизнь Авраама. Ожидал сына. Ожидал, молился. Уже до ста лет доходит. Уже жена, Библия говорит, что она уже не могла бы родить физически. И вот Бог дает, благословляя жену. Наши жены благословенны, правда? Слава Богу, пусть Бог благословит их и дальше. Благословляя, и она принимает способность родить ребенка. Это, как по-английски, amazing. Это прекрасно, это чудо. Я не слышал, сколько, вот, статистику, чтобы кто-то в 90 лет или в 100 лет родил. Но представьте, это чудо. Физически это чудо. То, что не должно было быть по обыкновению, оно произошло. Это чудо от Бога. Господи, почему так ждал долго? Бог испытывал Авраама, и дальше. Смотрите, что дальше. Да будет воля твоя. Бог говорит, Авраам, ты меня любишь? Люблю. Возьми сына, которого ты любишь, и принеси мне в жертву. Отдай его мне. Вот представляете, какое чувство переживает Авраам? Было уже об этом сказано. Но, что держало Аврааму? Библия говорит, что верою Авраам. Авраам верил, что если Бог его избрал, из ура Халдейского вывел, и вел его в обитованную землю, вел его туда, куда Бог определил, и Авраам видел на пути чудеса Божьи, он знал, что и в этой ситуации Бог силен даже из мертвых восставить. Восстановить, воскресить. Вот что значит, не на словах доверия Богу. И это происходит. Что происходит? Бог говорит, давай. И вот идет этот сын, спрашивает отец. Сын, значит, хочу, чтобы подростки услышали дети. Он был, он видел, как жертва приносилась, он видел, как Богу поклонялись, он видел, как его отец Богу служил, и это приятно. Я думаю, да благословит Бог, чтобы дети, вы были внимательны к слышанному, и видели, как происходит служение. Служение в церкви, служение по домам. И вот он говорит, отец, посмотрел, все есть, а где жертва? Где жертва? И что Аврааму говорит? Ты знаешь, сынок, ты будешь жертвой. Нет. Он говорит, Бог усмотрит, а сам идет. Было уже об этом тоже сказано. И что я хочу заметить, такую мысль, Смотрите, когда Авраам берет сына, то сын не противится. Дети, заметьте это, когда родители с вами ведут определенную работу, останавливают вас от чего-то, или говорят вам, то делай, а того не делай, будьте послушны своим родителям, он не противится. И в этой ситуации Бог произвел чудо. Запуталась жертва, остался живым сын, из горы сходит победитель, имя которого Авраам. Вот что значит свою жизнь доверять Богу. Вот что значит свою жизнь доверять Богу и сказать, да будет воля Твоя. Мы знаем и жизнь Иисуса Христа. Вы помните, Он пришел на эту землю, сегодня было тоже об этом уже сказано, что Он так возлюбил Бог, Отец мир, что отдал Своего единородного Сына. И вот эта жертва, имя которого Иисус, помните, Он молился, и Он даже сказал, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сиял». Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Сын Божий изнемогал, изнемогал. Когда дорогие Его заставили нести крест, Он падал, падал. Ему было трудно? Было трудно. Весь ад восстал, восстал. Предательство было? Было. Непонятные в жизни моменты были? Были. Но когда Он предстоял пред Богом, пред Небесным Отцом, Он сказал, Он просто, я думаю, это был крик Его души. И Он сказал, «Отче, если возможно, если возможно, доминует меня чаша сиял. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И вот эта вот молитва, «Не моя воля, но Твоя да будет», она, дорогие друзья, услышана была Небесным Отцом. И сегодня мы с вами на этом месте находясь, не только сидим, не только занимаем это место, но мы с вами дети Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Мы сегодня Его народ, мы сегодня Его церковь, мы сегодня та голубица, которую Он взял из этого мира, не потому, что мы самые многочисленные или самые лучшие, наверное, мы самые малочисленные. Но почему Он это сделал? Потому что Он возлюбил. Израиль, возьмите, это не многочисленный народ, но все говорят о Нем, и даже сегодня. И, конечно, слушая такие истории, думаешь, «Вау, какой прекрасный Бог! Как все хорошо заканчивается! Правда? Как все хорошо!» Вот итог. Читаю местописание Иеремия. Это был пророк Иеремия, которому Бог сказал такие слова, это будет 18 глава. Бог сказал ему такие слова, слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Это Бог сказал, это Бог сказал пророку. «Сойди в дом горшечника». Наш Господь, Он всегда старается донести слово, месседж к моему сердцу. Вот помните Иисус Христос тоже. Если там были люди, которые знакомы были с землей, они сеяли, они жали, и вот им Он говорил, вот вышел сеятель сеять. Им это было очень понятно. Я вам скажу сейчас, если бы кто-то из вас говорил, направление медицины для меня это, ну, 0000.1. Я вообще не знаю, если бы какие-то фразы говорили. Но если бы говорили что-то, например, в «Констракшн», то я 00, может, 1, 2 там будет, чуть-чуть понимаю. Эти люди, они понимали, они работали с землей. И вот Он говорит, вот вышел сеять и сеять. Смотрит, рыбаки собрались. Он говорит, «Царство небесное, подобно сетке, не воду, забросил в реку, достал рыбы всякого рода, лучшее выбрал, остальное выбросил». И им это понятно. Никто не берет из вас, наверное, плохую рыбу. Да? Никто. Рыбаки, которые ловят рыбу, стараемся взять хорошую. Я, к примеру, хочу сказать, что прошлый или позапрошлый год, наверное, да, так получилось, что я с друзьями поехал на Аляску. Но вы знаете, если мы говорим о Аляске, мы говорим о рыбе. Там очень много рыбы. И до моего слуха не довели. Я купил лайсенс и хотел поймать этой красной, хорошей рыбы. Там только мне надо было лайсенс отдать 70 долларов. Я пожалел, 45 отдал, а потом пришлось доплатить. 70 отдал. Чтобы поймать эту красную рыбу, 3 на день можно было ловить. Но там еще была пинг, да, такая пинг-рыба, которую можно было брать 3 или 6 на день. И она тоже очень вкусная, но мне об этом никто не сказал. И я об этом даже и не знал. К чему я веду? Когда Христос говорил об неводе, когда Христос говорил о рыбе, для них было это понятно. И сегодня я хочу мысль вашу наклонить к тому, что когда Бог привзял Иеремию и сказал, Иеремия вошел в дом горшечника, он говорит, смотри, горшечник, знаете, да, сейчас, наверное, этим не пользуются, но когда-то в древние времена, я помню еще, когда жил в той стране Украины, когда где-то в село поедешь, да, вот в деревню, в деревню поедешь, да, то там такой был забор, да, и там такие, ну, на заборе банки ставили, и такие были горшки там. Это они были клей, клей такой, ну, и это материал, из которого делали. В древние времена это были, наверное, самый такой, ну, ходовой товар, или самое, самое, что оно могло держать и холод, и так дальше. И вот этот горшечник, который работает с клей, и вот Иеремия смотрит, Господи, что ты мне сюда послал? Он говорит, смотри, что происходит. Берет горшечник глину, начинает ее месить, вымесивает красивый сосуд, он раз этот сосуд развалился, он берет обратно, вымесивает что-то другое, другой сосуд, который говорит, вздумалось самому производителю, то есть здесь написано, какой горшечнику вздумалось сделать. Он захотел сделать широкий, сделал узкий, сделал высокий, сделал низкий, то есть не от глины зависит, хотя глина, когда податливая, с нее можно больше сделать, но больше зависит от горшечника, почти все. И Бог дальше говорит, смотрите, 5-й, 6-й стихи говорит так, «И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами в дом Израиля, подобно горшечнику, этому говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израиля». Итак, я думаю, когда горшечник делал, когда этот весь процесс прошел, когда получился красивый, прекрасный сосуд, которым можно было пользоваться, я думаю, горшечник об этом радовался. Если бы я перевел на наш язык, если вы делаете какую-то работу, и вы получаете, когда закончили работу, вы получаете от этого прибыль, само собой, да, но удовольствие, есть работа, которую надо делать, а есть работа, которую мы хотим делать, которую мы желаем делать. Вот в этом, дорогие, здесь и написано, похоже, горшечник, он любил эту работу делать. И когда он сделал, когда он посмотрел со стороны, а когда еще этот сосуд был в употреблении, то, конечно, было для горшечника приятно. И Бог говорит, Бог говорит такие слова. Ты видел? Ты видел, как этот именно поступает с этой глиной? Он вылепливает то, что он желает. И я читаю еще раз этот стих, который говорит. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израиля. Дорогие друзья, мы в церкви находимся, мы служим Богу, но Бог над каждым из нас работает. Господь призвал нас в свое царство, Господь призвал нас в свой виноградник, но над каждым из нас Господь работает. Я думаю, что в процессе жизни вы замечали это, когда у вас были какие-то недобрые привычки или что-то было то, что, скажу так, под стандарты Божьи, оно не подходило. Оно не подходило. И что Богу приходилось делать? Богу приходилось работать над нами. Богу приходилось что-то вылепливать и делать, например, если мы не могли держать воды, например, если мы не могли держать благодати Божьей, ему приходилось что-то уплотнять внутри, чтобы мы могли эту благодать держать. Если что-то у нас не получалось, мы были непригодны. Смотрите, в Библии есть одно место написано, посмотрите на скалу, из которой вы осечены и в глубину рва, из которого вы извлечены. Библия в этом месте говорит о том, что был момент, было время, как уже и брат Петя говорил, что мы были неспособны. Мы не хотели служить Богу. Мы были подобно этим сосудам, не могущим держать никакой хорошей, доброй воды. У нас не было ничего того доброго, которое бы привлекло Господа к нам. Написано, дорогие друзья, но Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквально Духа. Давайте скажем, слава Богу, Господь дал нам способность, Он лепил, Он вылепил из Себя драгоценный сосуд, который употребляет для служения в Церкви Божьей, в этом мире повседневных жизней. Еще одно место в Писании читает, это будет Евангелие Иоанна, 15 глава, я думаю, вы это место тоже знаете. Христос сказал так, я истинная виноградная лоза, отец мой виноградар, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам, прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви, это слова Христа. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, и звернется вон, как ветви засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И вот стих 8 говорит так. Тем прославится отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Итак, Библия говорит такое место. Я лоза, а вы ветви. Это слова Иисуса. И мы с вами по природе, мы по природе дикая маслина, мы не есть природные, как Израиль. Но Библия говорит в другом месте, я уже читать не буду, за неимением времени скажу так, что там написано, если природные были отсечены, а ты, привитая маслина, стал частником корня. Не гордись, но бойся и благодари Бога за такую участь. Дорогой брат, дорогая сестра, скажи сегодня, слава тебе, Господь, что я нахожусь в церкви, что я сегодня нахожусь на лозе, имя которого Иисус. Я думаю, что каждый из вас, находящийся, я думаю, вы желаете, чтобы Бог трудился через вас. Я думаю, вы желаете, чтобы Бог через вас прославлялся. Но какие шаги или какие пути к этому? Первое, всякая ветвь, которая приносит плод, она проходит процесс очищения. Кто из вас хочет очищения? Кто из вас желает сегодня, чтобы этот процесс Бог делал? Конечно, мы можем сказать, да, Господи, я хочу, но когда происходит процесс очищения, я говорю, Господи, это оставь мне, и это мне нравится, а если ты это уберешь, то что я буду делать? Вот такое в жизни происходит, друзья, но это реально. Вы должны запомнить, если вы желаете, чтобы Бог поднимал вас на свои высоты, Он просто так делать не будет. Если вы желаете, чтобы Бог больше трудился через вас, Он просто так делать не будет. Он будет очищать, прежде чем доверить, Он будет что? Испытывать. Горшечник, который делал этот сосуд, я не думаю, что он его сделал, печь и отдал. Он его испытывал. Он его проверял, почему в руках развалился. Потому что он его, видно, сделал, посмотрел, а он непригодный. То же самое наше сердце. То же самое моя жизнь без Господа. Мы, бывая, дорогие, думаем, что мы способны, у нас все получится без Христа. Если бы это было, не нужно было бы Иисусу приходить на эту землю и страдать. Но Он пришел, Он пострадал, Он воскрес, Он воссел, одесуя Бога, и сказал такие слова, не оставлю тебя и не покину тебя. Итак, веточка, которая приносит плод, она обязательно, еще раз говорю, обязательно будет проходить процесс очищения. Я думаю, кто из вас, ну, может, старше и больше, но я думаю, молодые тоже, наверное, видели, да? Особенно и в этой местности у вас, где мы садим деревья. И я тоже у себя посадил деревья. Я вообще не имею такого сильного представления, как их чистить, но в процессе жизни уже немножко научился, уже понял. И что я заметил? Когда я весной начал чистить дерево, я отрезал одну веточку, вторую, третью. На другой день я могу прийти, я смотрю, там появляется сок. Дерево плачет. Первый признак, оно живое. Второй признак, его болит. И третий признак, оно будет плодородить. Почему? Я слышал один из садоводов, говорил такую мысль, говорит, я посадил, не помню, какие деревья, не буду сочинять, но какие-то плодовитые деревья. И вот, говорит, они выросли, начали подрастать, но плода нет. И, говорит, я подошел, взял нож или топор и вот столб. И, говорит, я начал резать на нем, резать, резать в одну и другую сторону. Я думаю, а что же будет дальше? Он, говорит, я начал его пробуждать, потому что ему комфортно было, приятно было. Ему хорошо было, сок идет, плодов нету, и что может быть дальше? Но когда, говорит, я начал причинять ему боль, это дерево начало бороться за жизнь. И когда оно, говорит, начало бороться за жизнь, оно начало плодоносить. Мы смотрим на больших в наших глазах братьев и сестер, которых Бог употребляет в труде. Вы знаете, дорогие, я знаю или думаю, что понимаю, что нелегкий путь каждого трудящегося на Ниве Божьей. Мы думаем, вот это брат, вот это Бог его благословляет. Вы не знаете его, какой процесс чистки он проходил. От чего ему приходилось отказываться, и что пришлось ему в жизни прожить и претерпеть, чтобы не на себя надеяться, но на милость Божью. Итак, процесс очищения. Дорогие друзья, особенно члены церкви, я сегодня к вам обращаюсь. Вы есть часть тела Иисуса Христа. Когда в нашем теле бывает какая-то болезнь, маленькая болезнь, бывает такое, вот я на стройке работаю, где-то может быть сплыт, кусочек дерева попадет в палец, и я смотрю, начинается болезнь, начинается проблема, начинает палец болеть. Если мы вовремя не сделаем то, что мы должны сделать, сделать операцию, может быть проблема, зависимо от организма. Может быть гангрена, это мы тоже слышали, да, когда приходится отсекать уже. Поэтому я сегодня к вам обращаюсь, члены церкви. Вы в теле церкви не для того, чтобы занимать место. Вы в церкви или члены тела посмотрите на себя, на свое тело, и руки, и ноги, все работает, и каждый делает свою работу. И когда вы усовершенствуетесь, или когда мы видим, что вы растете, это говорит о том, что Бог очищает вас, работая над вами. Хотите вы сегодня быть плодоносными? Хотите вы сегодня больше приносить плода? Я не говорю, что в гордости, гордость это падение, я вообще об этом не говорю. Я говорю в искренности пред Богом. Я хочу, чтобы вы сегодня услышали это слово, потому что мы будем идти к молитве. Я не заставляю вас, скажите нет. Но когда мы предстанем пред Богом, в молитве сейчас, после моего короткого слова, я хочу, чтобы Господу сказали, Господь, скажи свое желание, Господь, я хочу, чтобы ты употреблял меня еще больше. Господь, я хочу плодоносить еще больше. Господь, я хочу быть полезным в твоем винограднике еще больше. Может быть, рядом веточки привитые тебя не поймут, но не от веточек зависит, а от корня, от лозы, насколько ты будешь плодоносим. Да благословит Господь, чтобы вот это вот именно соединение между корнем, между стволом, между веточками оно было. Да благословит Господь, чтобы ты питался, питался именно теми чистыми, чистыми потоками, которые исходят от Господа, от Божьей благодати, чтобы быть более плодоносным. И когда Бог будет тебя употреблять, никогда не вздумай в сердце своем сказать, вот это я, почитай Божье Слово. Те люди, которые говорили, вот это я, вот это величественный город, вот это, и к чему оно приходило. Посмотрите, сегодня сколько великих проповедников, сколько великих певцов, тружеников они упали. Почему? Из-за одной причины, причины гордости. Поэтому, когда Бог тебя употребляет, скажи не только устами, скажи в сердце, да будет воля твоя. Когда Бог тебя благословляет, когда Бог тебе дает Слово, когда ты трудишься каким-то трудом для устройства церкви, всегда скажи в сердце, да будет воля твоя. И я знаю, Господь будет употреблять еще больше. Потому что процесс очищения, это тот процесс, который мы должны проходить постоянно. И последнее, я об этом иногда говорил сегодня, задам вопрос. Кто из вас, имея дома или живете, может быть, в Эверенте, приносит мусор в дом? Наверное, вы скажете, никто. Второй вопрос. А кто из вас выносит мусор из дому? Наверное, скажем все. В каждом доме есть мусор. Мой вопрос, где он берется? В процессе жизни. Мы что-то купили, нужное взяли, коробку выбросили и так далее. О чем это говорит? Процесс очищения. Он должен быть постоянно в нашей с вами жизни. Если вы хотите постоянно плодоносить. Да благослови Господь вас, церковь Индианолы, чтобы вы были плодоносными. Чтобы вокруг услышали в Индианоле вот этот сад. Поедешь туда, там и яблоки вкусные, то есть там и псалмы хорошие, там и песни хорошие, там и молитвы хорошие, там и проповедники хорошие, там и люди хорошие. Потому что это народ, искупленный Богом. Если дал тебе Господь в теле Господа, именно в церкви его петь, пой. Молиться, молись. Проповедовать, проповедуй. Делай это для устройства и для славы Божьей. Я желаю с вами вместе помолиться. Аминь.